Катаракта. Все, что вы хотели знать в сегодняшнем выпуске. Причины, какая она бывает, методы лечения и все, что связано с выбором искусственного хрусталика. Всем привет! С вами снова Алексей и я неофтальмолог. Так как тема катаракты и выбора искусственного хрусталика глаза является одной из основных тем на моем канале зрения неофтальмолог, пришло время перезаписать и обновить ролик о катаракте, который я записывал более года назад. В этом ролике я попытаюсь полностью осветить тему катаракты, затронуть тему причин, типы катаракты, современные методы лечения и тему выбора искусственного хрусталика глаза. Поэтому усаживайтесь поудобнее и поехали! Как вы можете помнить, наш глаз это система из двух линз. Это роговица, внешняя линза нашего глаза и хрусталик, внутренняя линза нашего глаза, которая отвечает за фокусировку, за четкую фокусировку изображения на разных расстояниях от нашего глаза, чтобы человек мог четко видеть. И иногда происходит так, что эта внутренняя линза нашего глаза начинает терять прозрачность, мутнеет и человек начинает постепенно терять зрение. Катаракта это чаще всего возрастное заболевание, которое возникает у людей в возрасте старше 60 лет. Но кроме этого катаракта еще бывает крайне редко врожденная, бывает травматическая, бывает диабетическая. Кроме этих перечисленных типов катаракты, есть еще и так называемая вторичная катаракта. Что это такое, почему она возникает и как она лечится, я уже подробно рассказывал в отдельном видео, ссылка в этом углу. А сегодня мы будем говорить о первичной, о той катаракте, которая развивается при наличии у человека его родного естественного хрусталика глаза. Помутнение хрусталика глаза обычно развивается у человека постепенно. Если мы говорим о возрастной, так называемой синильной катаракте, она развивается очень постепенно, и хрусталик сначала теряет свою эластичность и постепенно изменяет цвет. Он становится не прозрачный, а желтый. Это изменение цвета хрусталика пациенты обычно не замечают. Оно происходит достаточно медленно, и мозг человека успевает привыкнуть к изменившемуся миру. Но на самом деле это не совсем так. Дело в том, что желтый цвет хрусталика начинает отфильтровывать синюю часть спектра. И это приводит к тому, что, например, некоторый темно-синий цвет может казаться абсолютно черным. То есть, другими словами, это приводит к искажению цветовосприятия. Кстати, одним из известных примеров искажения цветовосприятия из-за катаракты является работа известного художника Клода Монне. Например, его работа «Синие лилии». Кстати, кроме ухудшения цветовосприятия, вот это снижение количества синего света, который попадает на сетчатку, влияет еще на два фактора. Первый – это ухудшение сумеречного зрения, потому что при ухудшении освещенности наши глаза воспринимают лучшее изображение в синем спектре. И вторым важным фактором является то, что синий свет является важным регулятором циклов сна и бодрствования у человека. В некоторых исследованиях было показано, что люди, которые испытывают недостаток синего света из-за желтизны хрусталика, начинают плохо спать, начинают хуже себя чувствовать из-за этого и, в принципе, могут даже испытывать усиление симптомов депрессии. Но пожелтение хрусталика – это всего лишь первый этап развития катаракты. Дальше хрусталик становится все более и более мутный и постепенно становится непрозрачным. Существует несколько типов катаракты. Катаракта бывает так называемая ядерная, когда помутнение начинается именно в середине хрусталика. Другой тип катаракты называется картикальная катаракта, когда помутнение начинается не с середины, а с наружной части хрусталика. И третий тип катаракты, который можно выделить – так называемая капсулярная катаракта, когда мутнеет, собственно, не сам хрусталик, а капсула вокруг хрусталика. Эта катаракта обычно развивается быстрее остальных и значительно быстрее, приводит к значительному ухудшению зрения. Какой именно тип катаракты развился у вас или у ваших близких, а именно ядерная, капсулярная или картикальная, особого значения не имеют, потому что лечатся они все абсолютно одинаково. возможно вы хотите узнать почему развивается катаракта и можно ли ее избежать на эту тему у меня есть отдельное видео ссылка в этом углу если интересно можете его посмотреть а сейчас давайте двинемся дальше и поговорим о методах лечения катаракты и так какие же методы лечения катаракты существуют если вы уже интересовались этой темой возможно вы где-то слышали от знакомых или видели здесь на youtube или читали в интернете о том что есть разные методы лечения катаракты а именно какие-то упражнения капли или какие-то народные методы тема лечения катаракты народными методами достаточно популярна и именно поэтому я снял отдельное видео ссылка в этом углу если тема лечения катаракты народными методами вас интересует я очень рекомендую посмотреть это видео мне кажется она неплохо получилось и я рассмотрел все возможные варианты а в этом видео могу сказать лишь одно единственным достоверно работающим и эффективно удаляющим катаракту методом является хирургическая операция Никаких других альтернативных работающих методов на сегодняшний день не существует. Возможно, словосочетание хирургической операции является каким-то пугающим для вас, но поверьте мне, беспокоиться здесь совершенно не нужно, потому что хирургическое удаление катаракты является самой часто выполняемой в мире хирургической операцией и при этом она является самой безопасной, то есть операцией с минимальным количеством осложнений. Операция по удалению катаракты абсолютно безопасна и не накладывает на вас никаких ограничений по прошествию примерно четырех недель после операции. Более подробно на тему о том, как происходит операция, какие физические ограничения после катаракты вас могут ожидать и о том, бывают ли случаи, когда операция по лечению катаракты не помогла, у меня есть отдельные видео, в этом углу есть список воспроизведений или плейлист для вас, тоже можете посмотреть, где я подробно рассказываю о всех этих вопросах. Как именно происходит операция, я расскажу чуть позже, а сейчас я расскажу, когда ее стоит делать. Первым и самым главным критерием, когда именно нужно делать операцию, является значительное ухудшение вашего зрения. То есть, другими словами, если врач вам поставил диагноз начальная катаракта и при этом качество вашего зрения не ухудшилось, то есть вы по-прежнему видите не ниже 8 строчек на таблице проверки зрения, то в принципе вы можете не спешить. Но здесь есть одна важная оговорка. Если ваш врач после обследования говорит, что ваша катаракта набухающая или ваш хрусталик значительно увеличился в размерах и это может вызвать риски развития глаукомы, вот здесь затягивать не стоит. Здесь следует довериться врачу, если вы ему не доверяете, попробуйте найти другого врача, получить альтернативное мнение, но обязательно прислушайтесь к этой рекомендации. Если вы ее не послушаете и решите отложить операцию на значительный период, у вас есть риски получения значительных осложнений и невозвратимой потери зрения. Но если же ваш офтальмолог не говорит о такой ситуации и ваше остротозрение вдаль, как я уже сказал, составляет не менее 8 строчек, вы можете продолжать спокойно жить и готовиться к операции в определенном будущем. Но независимо от того, отложили вы операцию на будущее или решили ее сделать прямо завтра, в любом случае вам придется эту операцию провести. И сейчас я расскажу, как это все происходит. А происходит все достаточно просто. Дело в том, что наш хрусталик находится в специальной капсуле, можно сказать в маленькой сумке, и врач через маленький микроразвезд в глазу сначала забирает вещество вашего естественного хрусталика и потом на его место ставит специальную искусственную линзу, искусственный хрусталик глаза. Вот такое легкое и простое для понимания объяснение я получил на простой неделе от врача Киевской клиники Окуляр Институт офтальмологии, где был в качестве обычного пациента на регулярном офтальмологическом осмотре. Несколько слов клиники Окуляр Институт офтальмологии. В клинике Окуляр созданы абсолютно комфортные условия как для врачей, так и для пациентов всех возрастов, начиная от самых маленьких, заканчивая самыми взрослыми. И это очень важно, ведь комфорт как врача, так и пациента это один из основных факторов качественного обслуживания. Клиника Окуляр имеет прекрасный набор самого современного оборудования, что позволяет им проводить не только абсолютно глубокую и всестороннюю диагностику глазных заболеваний, но и проводить практически все методы хирургического вмешательства. Основной идеей создания клиники было создание клиники, которая будет фокусироваться на сложных случаях глазных заболеваний, особенно на заднем отделе глаза и на сетчатке. Но кроме работы со сложными случаями на сетчатке, Окуляр занимается и лазерной коррекцией зрения, и лечением катаракты, и конечно же рефракционной заменой хрусталика. В клинике работают прекрасные специалисты, которые обладают не только большим опытом, но и постоянно повышают свою квалификацию. И именно поэтому в клинике Окуляр вам смогут сделать качественную диагностику и точно подобрать именно тот хрусталик, который максимально соответствует вашим жизненным потребностям. Подробнее о клинике Окуляр вы можете узнать у них на сайте и в соцсетях. В описании к этому ролику вы найдете ссылки на сайт и соцсети клиники Окуляр, а сейчас продолжим говорить о катаракте. На самом деле вот этот процесс удаления хрусталика из капсулы происходит несколько этапов. Есть два типа удаления катаракты, так называемая ультразвуковая факоэмульсификация, которая является золотым стандартом на сегодня и используется в подавляющем большинстве случаев. И еще так называемое лазерное удаление катаракты, которое вы иногда можете встречать в той или иной клинике. Кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь на него прямо сейчас и включите уведомления о новых выпусках нажим на колокольчик, потому что каждое воскресенье у меня на канале выходит новое видео о технологиях в офтальмологии. Расскажу, что общего и в чем различие этих двух методов. И в том и в другом случае в глазу нужно сделать небольшой разрез около 2 мм, для того чтобы в глаз можно было ввести инструменты для удаления хрусталика. Но разница бывает в том, как именно выполнить этот разрез. Разрез можно выполнять при помощи обычного одноразового скальпеля, либо при помощи лазера. Это первое отличие, когда используют или скальпель или лазер. После того, как сделан первоначальный разрез в 2 мм, нам нужно получить доступ к самому хрусталику. Как я уже сказал, хрусталик находится в такой специальной сумочке в капсуле. И для того, чтобы получить к нему доступ, нам нужно сделать еще одно отверстие в самой капсуле. Вот это отверстие тоже выполняется либо механически при помощи специального пинцета или крючка, либо при помощи лазера. И когда мы уже получили доступ непосредственно к хрусталику, хрусталик нужно измельчить, для того чтобы его можно было достать через это маленькое отверстие и достать из глаза. Вот этот процесс измельчения хрусталика происходит тем легче и быстрее, чем моложе катаракта. Именно поэтому не стоит сильно затягивать с операцией катаракты, если она у вас есть и тем более, если она вам мешает жить. Ведь чем быстрее происходит операция и чем меньше происходит воздействие внутри глаза, тем меньше рисково и тем менее она травматична. Вообще вся операция от момента первого надреза до момента имплантации хрусталика занимает 10-15 минут, не так уже много времени. Но тем не менее процесс дробления хрусталика может занимать больше или меньше времени в зависимости от его плотности. Так вот, каковы же различия после того, как мы сделали капсулу Рексис лазером или при помощи пинцета? Хрусталик мы можем дробить двумя способами. Первый это при помощи ультразвуковой иглы или вот этот метод фокумальсификации. В этом случае специальная игла, как отбойный молоток, стучит по хрусталику, превращает его в маленькие, разбивает его на маленькие частички, превращает в эмульсию и высасывается, и хрусталик высасывается из глаза при помощи специального насоса. В случае же лазерного метода хрусталик сначала разделяется на тоже небольшие кусочки, которые после этого все равно при помощи фокумальсификатора все-таки достаются из глаза. Есть ли какие-то значительные преимущества одного метода над другим? Напоминаю, в случае традиционной фокумальсификации мы делаем надрез в глазу при помощи скальпеля, открываем капсулу тоже при помощи пинцета или специального крючка и дробим хрусталик при помощи ультразвука. В лазерном методе мы делаем надрез при помощи лазера, открываем капсулу хрусталика тоже при помощи лазера и сначала измельчаем хрусталик предварительно при помощи лазера, а потом его достаем при помощи фокумальсификатора, так же как и при обычном методе. На самом деле каких-то кардинальных, значительных преимуществ лазерного метода на традиционном, честно говоря, нет. Да, использование лазера для проведения разреза и удаления вот этой капсулы хрусталика, чтобы получить доступ, оно повышает точность самой операции и в некоторых случаях может несколько ускорить заживление надреза и повысить точность позиционирования хрусталика в капсуле. Но на самом деле опытный хирург, который провел достаточно много операций ручным способом, тоже достаточно точно делает надрезы. При использовании хороших инструментов надрез тоже заживает достаточно быстро и если в вашем случае вам приходится выбирать между традиционной фокумальсификацией и, например, лазерной, и за лазерную операцию вам придется доплатить какую-то значительную сумму денег, которая для вас является существенной, вы можете смело не переплачивать. Больших отличий вы не получите. Но при этом важное значение имеет именно то, какой тип хрусталика и хрусталик какого качества вы выберете для имплантации в глаз. Ведь эта маленькая линза будет оказывать непосредственное влияние на качество вашего зрения после операции. Выбор хрусталика это очень непростая задача, причем не только для пациента, но иногда и для врача в особо сложных случаях. И именно поэтому у меня на канале находится достаточно большое количество видео, где я рассказываю о разных типах хрусталиков, о материалах, о фильтрах в этих хрусталиков, о так называемых монофокальных и мультифокальных, о хрусталиках после имплантации которых вам будут вообще не нужны очки в вашей повседневной жизни и так далее. Вы можете посмотреть специально созданный плейлист или список воспроизведения с ссылкой в этом углу, где я собрал наиболее популярные на мой взгляд видео на эту тему о выборе хрусталика. Вы можете посмотреть либо целиком этот список воспроизведения, либо посмотрите другие видео на моем канале, которые могут вам понадобиться в этом сложном выборе. У меня есть не только обзоры технологий, но и обзоры конкретных моделей. Есть разные видео, где я рассказываю в каких случаях какой хрусталик можно ставить и какой нельзя. Например, у меня есть видео о близорукости или о миопии, либо небольшой, либо высокой степень и так далее. Другими словами, изучайте видео на канале, задавайте вопросы в комментариях под этим видео или под другими видео, если у вас возникли вопросы по теме, и я постараюсь каждому из вас ответить в пределах моей компетенции. Делитесь этим видео с друзьями и увидимся в следующих выпусках. С вами был Алексей и я не офтальмолог.